Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы рассматриваем с вами Евангелие от Иоанна, первая глава. Итак, вступление к Евангелию начинается так же, как и книга бытия, в начале. И следующая фраза «Было слово», греческая логос, она напоминает нам о том, как Бог своим словом переводил разнообразные элементы хаоса в упорядоченность творения. Например, «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Однако, если книга бытия говорит о начале мира во времени, то первый стих Евангелия от Иоанна указывает, на существование слова еще до создания мира. Для евангелистов слово — это личное существо, предбречно бывшее у Бога и единосущное ему, действовавшее с ним в качестве посредника творения. И поскольку вне пролога имени логос мы с вами не встречаем ни в евангельской тексте, ни в других новозаветных книгах, то, естественно, в библейской литературе обсуждались причины употребления этого термина по отношению к Иисусу Христу. Дело в том, что, конечно, слово «логос» было известно, оно греческого происхождения, и в первую очередь исследователи пытались найти истоки этого слова, применения его у евангелиста Иоанна в эллинистической литературе. У философов и стойков логос — это жизненная энергия, которая пронизывает Вселенную и создает в ней совершенный порядок. Иудейский философ Филон Александрийский говорил о Боге как о удаленной некой сущности, и вот этот разрыв между Богом и его творением осуществляет, преодолевает логос, который воспринимался как внутренний замысел всех вещей. И другие исследователи справедливо указывают на источник этого слова. В библейской традиции достаточно упомянуть, что в псалмах Слово Божие — это действенная сила, которая создает мир и приносит спасение. Например, 106-й псалом, 20-й стих. «Словом Господа сотворены небеса» или «послал Слово свое и исцелил их». Нельзя также не упомянуть о том, что в послепленную эпоху в Израиле получило развитие представления о персифиницированной премудрости Божией. Такие книги, как «Премудрость Соломона», «Премудрость Иисуса сына Сирахова» содержат учение о премудрости. «Она предстает как личность, которая сотворена раньше своего творения, и есть дыхание силы Божией, чистое излияние славы Вседержителя. Она одна может все и все обновляет», — говорится в 8 главе книги «Премудрость Соломона». И для нашей аудитории этот экскурс довольно краткий, неподробный, может показаться излишним. Но на самом-то деле мы понимаем, что мы с вами живем во время, когда уже давно позади остались все догматические споры, трения, поиски и их решения. Давно уже провозглашено, что Иисус Христос является Богом, равносущным Отцу, и для нас это сегодня есть некая обыденность. Но мы должны понимать ситуацию ранней церкви, когда перед ней был актуален вопрос, кем был Иисус Христос, какое отношение, какое положение его относительно Бога, ведь это являлось важнейшим вопросом, предметом проповеди апостолицы церкви. И поэтому здесь мы с вами сталкиваемся с этим непростым вопросом поиска, кем же был Иисус, и для этого, в том числе, как и впоследствии церковь, используются различные термины, в том числе и философского характера. Но какие бы ни обнаруживались видения смысла начальных стихов пролога с предшествующими библейскими, философскими идеями, надо сказать, что, конечно, эта идея Бога, логоса, Бога слова, она в первую очередь может быть понята только из самого Евангелия, где деяния слова представлены как продолжение творческой деятельности Бога в созданном мире. То есть Бог продолжает говорить его слово, оно звучит так же, как и звучало в начале творения, и это помогает нам перейти уже непосредственно к самому евангельскому тексту. Итак, вступление в Евангелие от Иоанна начинается так же, как и книга Бытия во многом, и исходным пунктом является произглашение изначальности слова. Вначале было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог. Оно всегда находилось Богом, следовательно существовало до того, как еще было произнесено. Но слово не только опережает в бытии и все остальное, оно полностью тождественно Богу. Оно было вначале с Богом. И здесь, во втором стихе первой главы Евангелия от Иоанна, мы сразу сталкиваемся с тем, что один термин может иметь у евангелиста несколько значений. Если в стихе один, скорее говорится, в начале, это предполагает бытие слова за пределами времени, вечности, то стих два — это начало, в данном случае отправной момент творения. То есть повторение слова, и мы сейчас с вами это еще увидим, предполагает его многозначности. Третий стих. Все через него возникло, и без ничего ничто не возникло, что возникло, что начало быть. Согласно книге Бытия, мир был создан словом, которое осуществило замысел Божий. Значит, слово обладает колоссальной творческой силой. Оно способно творить. Но никогда не делало это обособленно. На протяжении Евангелия многократно повторяется, что Бог всегда действует через Сына и без Него не совершает ничего. И, собственно говоря, это и является одним из основных лейтмотивов тех бесед, которые мы с вами дальше рассмотрим в Четвертом Евангелии. В нем была жизнь, и жизнь была свет людям. Следовательно, спасение мира не могло осуществиться без его участия. По этому, после темы возникновения мира и всего сущего, переходит Евангелие к теме отношения слова к людям. Хотя весь мир создан из небытия Богом, человечество не имело той жизни, которой обладало слово, поскольку оказалось во тьме. Это жизнь, жизнь самого Бога, которая может быть передана людям. Каким образом и благодаря чему мы с вами видим дальше. И то, что слово было светом для всех людей, сразу же вводит в тему спасения. Через слово жизнь Бога можно получить только в единении с Сыном, и для того, чтобы ее получить, нужно как бы соединиться с Ним в едином существовании. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Евангелие не сообщает, откуда пришла тьма, она противостоит свету, и поэтому, как и свет, должна быть личным духовным началом. Свет и тьма, они несовместимы друг с другом, и как бы невелика была тьма, она не способна скрыть или уничтожить свет, поскольку свет есть жизнь. То есть первое начало, само существование, или, как будет сказано в Евангелии, я есим. Явился человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Шестой стих. Итак, если на свое служение Иоанн был призван непосредственно Богом, то все, что он проповедовал и совершал, исходило от того, кто его послал. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все уверовали через него. Интересно, что согласно этому вступлению в Евангелие от Иоанна, миссия Иоанна Крестителя заключалась не в крещении, а в свидетельстве. Поэтому не случайно, что по его окончании Евангелист не приводит описание крещения Иисуса Христа, а сразу, как мы с вами увидим, приходит к многочисленным свидетельствам Иоанна Крестителя об Иисусе. Интересно, что здесь, в седьмом стихе, свет становится объектом веры. Это еще раз подчеркивает, что речь идет не о обычном физическом свете, а о иной реальности. А во-вторых, указывает о том, что свет был личностью, потому что верить можно только в личность. И к этой вере были предназначены все, без каких бы то ни было исключений. Восьмой стих. «Не был он свет, но пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Хотя Иоанн не был светом, Иисус назовет его светильником, горящим и светящим». Пятая глава, тридцать пятый стих. «Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир». Определение света как истинный больше не встретится нам в Евангелии и очень значимо, потому что здесь впервые истина связывается с второй ипостасью. Дальше, в 14 стихе, слово будет объявлено источником истины для людей. И еще одна характеристика света состоит в том, что он не светит, в отличие от обычного света, а просвещает всякого человека. И это указание можно понимать как указание на всеведение Иисуса Христа, о котором неоднократно говорится в Евангелии от Иоанна. Десятый стих. «В мире он был, и мир через него возник, и мир его не познал». И здесь мы с вами тоже вновь сталкиваемся с многозначностью терминологии четвертого евангелиста. «В мире он был». Здесь слово «мир» — это вся вселенная, через которую мир возник. И в то же время мир — это человеческое сообщество. Мир его не познал, потому что познавать, чтобы то ли не было, способны только разумные существа. И тема познания также проходит через все Евангелие. И познание, и приятие, и вера, они, как правило, идут рука об руку. К своим пришел, и свои его не приняли. То есть пришел к людям, которые отказали ему в приеме, на который он, казалось бы, мог рассчитывать прежде всего. Свои — это иудеи, которые тем самым представляют мир, отказавшийся от Сына Божия. И таким образом здесь уже мы видим, в отличие от предшествующих стихов, слово «мир» приобретает негативную окраску. Оно становится олицетворением непослушания человечеству Богу. «Всем же, кто принял его, дал им власть стать детьми Божиими, верующими во имя его». И это действительно власть — стать Сыном Божиим, поскольку она упраздняет всякую человеческую обусловленность. Если жизнь дана человеку не людьми, а Богом, то он уже не подвластен смерти. И надо сказать, что слово «власть» в Евангелии от Иоанна всегда используется в контексте жизни и смерти. Приведу лишь один пример, 5.26. «Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так дал он и сыну иметь жизнь в самом себе, и дал ему власть, суд творить, потому что он сын человека». Следующий, 13 стих, который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога были рождены. Это рождение впоследствии, рождение от Бога, будет названо рождением свыше, рождением от духа, без которого человек не может войти в Царствие Божие. И указание на кровь – это родовая принадлежность, сопричастность определенному народу. И поскольку рождение от крови не подразумевает рождение от Бога, то тем самым исчезает превосходство иудейского происхождения. Еврейство уже не сообщает никаких преимуществ перед Богом. И об этом дальше будет говориться в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Итак, 14 стих, один из самых, наверное, знаменитых и известных в этом вступлении. И слово стало плотью и обитало среди нас, и мы увидели славу его, славу, как единородного от Отца, полного благодати и истины. То, что слово, которое было с Богом, стало плотью и обитало с нами, предполагает две, на первый взгляд, взаимосключающих момента. Первое. Слово, то есть логос, это откровение Бога вовне. Но евангелист говорит не о том, что Бог обратился к людям в проповеди Иисуса Христа, и не о чудесах, сопровождавших его учения, а о лицезрении славы. И речь здесь идет не о преображении, как часто полагают комментаторы, поскольку о нем не говорится ничего в Евангелии от Иоанна. А слово слава Христа не предполагает каких-то вообще явлений световых, шумовых, любых других. Она вообще была не ясна большинству людей, которые окружали его, и чтобы понять ее, нужна была вера. Слава — это все земное служение Иисуса Христа, которое было исполнением воли Его Небесного Отца. И видеть славу, поэтому, значит понимать, что Иисус — это Бог. Слава подтверждает его божественное достоинство. Но, с другой стороны, воплощение, то, что слово стало плотью, означает, что божество сокрыто под покровом плоти. То есть Сын Божий, несмотря на это явление славы, несмотря на то, что много указывало на его божественность, мог быть неопознан, потому что он был человеком. И поэтому общение с Иисусом Христом еще не означало понимание, кто же он. Так в Евангелии говорится, «Но я сказал вам, что вы видели в меня, и не веруете». 5.36. 15 стих. Иоанн свилистывает о нем и провозглашает. «Это был тот, о ком я сказал, идущий за мною, впереди меня стал, потому что был прежде меня». Итак, Иоанн иступает первенство Иисусу Христу, указывая на его божественное происхождение. Несмотря на то, что Иоанн крестил Иисуса Христа, служение Христа бесконечно превосходит миссию Иоанна. И с полноты его, 16 стих, мы приняли благодать на благодать. Этот стих содержит одно из самых важных положений Евангелия Иоанна. То, что раньше принадлежало лишь Сыну Божию, теперь может перейти к людям. И самый главный дар – это жизнь, жизнь, которую Сын принес в избытке. «Я пришел, чтобы жизнь имели и в избытке имели». 10.10. Поэтому пролог говорит о благодати, которая переполняет те, кто ее получил. Благодать на благодать. И, наконец, заключительный стих, 17-й вступление. «Потому что закон дал был через Моисея, благодать и истина явились через Иисуса Христа». И здесь мы встречаем еще одну антитезу, которая проходит через все евангельское повествование. Закон противопоставлен истине. И если истина – одна из ключевых тем 4-го Евангелия, Иисус Христос сам отождествляет себя и с истиной, я есть путь, истина и жизнь, мы праве говорить о конфликте. Закон вступает в противостояние с истиной и, более того, становится основанием для ее отражения. Сам Иисус Христос уже в последние часы своей жизни скажет Пилату, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Помним, как Пилат реагирует, он говорит, что есть истина. А первосвященники, добиваясь от Пилата согласия на распятие Иисуса Христа, объявят, что их требования продиктованы законом. «Ответили ему идеи, у нас есть закон, и по закону он должен умереть». То есть для них все то, что он говорил о себе, это явная ложь. Таким образом, борьба закона с истиной в конечном итоге послужила причиной осуждения Иисуса Христа. Все темы, которые мы с вами рассмотрели, на самом-то деле это не абстрактные положения, не то, что просто повисает в воздухе. Все эти темы, они имеют свое последующее продолжение, и лишь кратко я указал на эти реперные точки, которые нам дают их понять. Евангелие от Иоанна начинается с свидетельства Иоанна Крестителя перед иудеями о Иисусе Христе, но при этом не содержит повествования о крещении Иисуса Христа. Собственно, оно упоминается, оно подразумевается, но в то же время рассказа о нем в Евангелии от Иоанна нет. Почему? На эту загадку мы с вами ответим сейчас, потому что на первый план и важнее всего для четвертого евангелиста оказывается не само крещение, а те свидетельства, которые произносит Иоанн. А почему они оказываются важнее, тоже я вам об этом расскажу. Итак, по завершении своего величественного наступления Иоанн рассказывает о том, каким же образом Иоанн Креститель произносит свои свидетельства. 19 стих 1 главы. Когда послали к нему иудеи из Иерусалима, священников и левитов, спросить его, ты кто? Евангелист не уточняет, кто были те иудеи в Иерусалиме, которые направили делегацию к Иоанну. Священники могли быть связаны с Синедрионом, высшим советом религиозным, но здесь есть упоминание фарисеев, то есть, скорее всего, это были представители религиозной элиты. Дело в том, что одна из сложностей, уже нами упомянутая, это многозначность слов, которые использует евангелист. Мы с вами говорили об этой многозначности, применение слову «мир» в прологе вступления 4 Евангелия, и нельзя не сказать о том, что и слово «иудея» имеет несколько значений, даже, можно сказать, отчасти и прямо противоположных. Во-первых, иудеи – это население одной из областей Палестины, во-вторых, иудеи – это религиозная общность, исповедующая определенную веру, и, в-третьих, и, собственно говоря, чаще всего в Евангелии от Иоанна – это представители неверующего мира, противники Иисуса Христа, которые стремятся его уничтожить. На вопрос «ты кто?» делегация, которая приходит из Иерусалима, Иоанн не дает прямого ответа. Он отводит в себя ожидания мессианства и говорит только то, что он не Христос. И тогда, в соответствии с мессианскими чаяниями того времени, его спрашивают, быть может, он один из тех, чей приход связывали с приходом Мессии Христа. Напомню, что слово «Христос», «Мессия», «Мэшаах» по-еврейски означает «помазанник». Именно так обозначали ту личность, которая должна явиться в конце человеческой истории для того, чтобы установить на земле правление Божие или Царство Божие. Бог будет править этим миром через своего помазанника, Мессию. Так вот, перед приходом Мессии, согласно представлениям того времени, должны были прийти некоторые пророки, в частности, Илья. Спросили его, что же ты, Илья? Он говорит, нет, не Илья. Тогда они спрашивают, не является ли он тем пророком, который некогда был обещан Моисеем. Перед смертью, когда Моисей дал обетование, он обещал, что явится другой пророк, подобный мне. И среди иудеев первого века существовали различные мнения относительно этого пророка. Но Иоанн тоже говорит, что это не он. И не получив таким образом никаких сведений, имея перед собой только отрицательные ответы, да, знаете, как в анкетах заполняют галочки. Вот во всех таких вопросах оказывается пусто. Ему задают новый вопрос. Сказали тогда ему, кто ты, чтобы дать нам ответ, пославшим нас, что ты говоришь о самом себе? 1.22. И в своем ответе Иоанн указывает, что он лишь голос, возвещающий прибытие царя. Я, голос вопиющего в пустыне, 1.23, выпрямьте дорогу Господу, как сказал Исайя, пророк. И этот отрывок приводится всеми евангелистами, и смысл его таков. На Древнем Востоке не было никаких мостовых, когда царь должен был обозреть свои владения, или его начальник объезжал свои завоевания, то дороги приводили в порядок, уравнили все кривизны и извилины. Тогда Ян задает вопрос о его полномочиях, почему он крестит, то есть почему он совершает религиозный обряд, как кажется, не имея на это никаких прерогатив. 1.25. И спросили его, и сказали ему, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья и не пророк? Имеет ли он божественное повеление крестить, или совершая его, он превышает свои полномочия? Иоанн не объясняет, почему он крестит, а лишь указывает на неполноту совершаемого им обряда. Он может крестить только водой. Его крещение имеет подготовительное значение. Оно предваряет явление человека, который пока еще никому не известен, но уже присутствует в среде людей. Посреди вас, говорит Иоанн, стоит некто, кого вы не знаете. И Иоанн указывает на полное превосходство этой личности над всеми остальными. Он считает, что даже он не может быть ему слугой, и не достоин развязать ремень обуви его, 1.28. Поэтому, хотя эта личность, тот, о кого он говорит, начнет свое служение после него, он превзойдет его. Едущий за мною станет впереди меня. Итак, мы стоим перед загадкой, мы стоим перед тайной. Кто же этот человек, о котором рассказала делегация Иерусалима Иоанн, кем он является? И это становится известно на следующий день, 1.29. И видит он Иисуса, идущего к нему, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет грехи мира, это тот, о ком я сказал, за мной идет муж, который впереди меня стал, потому что прежде меня был». Итак, такое наименование, такое название человека, Агнец, может показаться довольно странным, хотя, может быть, для нас спустя века оно и является привычным, но, тем не менее, оно как бы довольно ново и необычно. Евангелист Иоанн сообщает о том, что Иисус Христос был распят в тот час, когда в Иерусалимском храме закалывались пасхальные агнцы, и для него он действительно становится агнцем, кость которого не сокрушится. 19.36. Апостол Павел тоже говорит, «Христос – Пасха наша, заклан за нас». Это 5 глава 1 Коринфян. Но надо помнить, что пасхальные агнцы их закалывали для того, чтобы есть. Они не были жертвоприношением. Поэтому здесь, по-видимому, символику пасхального агнца Иоанн Креститель совмещает с ежедневным приношением за грех. Мы должны вспомнить с вами, что все-таки Иоанн Креститель, он был священником по своему происхождению. И поэтому вот то, что он обрамляет служение Христа в эту священническую терминологию, связывая ее с жертвоприношением, для нас, может быть, звучит странно, но для него и для тех, кто к нему обращался, это все было в порядке вещей. И объявив, что Иисус является агнцем Божиим, Иоанн ссылается на откровение, которое он получил перед началом своего служения. «Я не знал его, но для того пришел я крестить водой, чтобы он явлен был Израилю». То есть назначение своего служения Иоанн Креститель видит в том, чтобы опознать Мессию и указать на него людям. «Я не знал его, но пославший меня крестить водой, тот мне сказал, на ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, он есть крестящий Духом Святым». То есть через крещение водой будет открыто, кто же будет крестить Духом Святым. И хотя Иоанн и Иисус Христос были родственниками, они, по-видимому, не общались между собой, и лишь на берегах Иордана Иоанн Креститель понял, кто же стоит перед ним. И застительствовал Иоанн, говоря, «Я увидел Духа, сходящего, как голубь, с неба, и он прибыл на нем». Важное дополнение, поскольку предшествующие евангелисты говорили о том, что сходящего Духа видел только Сам Иисус Христос. Евангелист Иоанн дополняет это указание, говоря о том, что Святого Духа видел и Иоанн Креститель. «И я увидел и заселил, что он есть Сын Божий». Так мы видим, что здесь целый ряд свидетельств. «Агнец Божий, Сын Божий, крестящий Духом Святым». Вся эта терминология, все эти именования, они, конечно, имеют свое продолжение в последующем евангельском тексте. На следующий день Иоанн, увидев приходящего Иисуса, повторяет свое свидетельство двум своим ученикам и, несомненно, для того, чтобы им бы захотелось узнать Иисуса Христа получше. Они следуют за ним, и когда Иисус обернулся и спросил их, что вы ищете, они отвечают, где ты пребываешь, то есть хотели бы прийти к нему и побеседовать с ним более обстоятельно. Говорит им, идите и увидите. И пошли они и увидели, где он пребывает, и прибыли у него в день тот. Было около десятого часа. Один тридцать девять. В результате общения они убеждаются, что Иисус Христос, а Андрей спешит рассказать об этом Петру. Хотя двое первых учеников пошли за Иисусом Христом благодаря словам Претечи, все же инициатива их призвания принадлежит самому Иисусу Христу. Он первым обращается к ним и приглашает их последовать за собой. Инициатива призвания сохраняется и в последующих призваниях первой головы, хотя Петра приводит Андрей, а Нафанайла приводит Филипп, рассказав им о том впечатлении, которое Иисус произвел на них, и о своем убеждении, что он Мессия, предсказанный пророками, Иисус первым обращается к Петру и к Нафанайлу, показывая, что они были известны ему еще до того, как согласились к нему прийти. К каждому из них он открывает свое будущее. То есть эта встреча превращается в пророческое предвозвещение. И понятно, что будущее апостолов Петра, Нафанайла и других, которые мы встречаем в повествовании первой главы Филиппа, Андрея, напрямую связано с Иисусом Христом. И здесь же эти встречи, которые следуют друг друга, приводят к новым именам, которые ученики дают своему приобретенному учителю. А так мы видели, что Андрей называет его Мессией, и Филипп, когда он ищет Нафанайла и находит его, говорит, о ком написал Моисей в законе пророки. И, наконец, Нафанайл, когда Иисус открывает ему, что он видел его, когда Иисус был под самоковницей, он говорит, ты, царь Израилев, ты, сын Божий. И вот это обилие христологических титулов выступает контрастом смиренному служению Иоанна, которым была речь только что, который отказывается от любых отождествений, заявляя, что он лишь исполнение пророчества. Почему это важно? Потому что на самом-то деле, таким образом, мы с вами теперь можем понять композицию первой главы, начинается она с пролога, с вступления, о котором мы говорили раньше, затем идут свидетельства Иоанна Крестителя, а затем мнению учеников об Иисусе Христе. И что получается? Что слова Иоанна Крестителя подтверждают содержание пролога, а то, что произносят ученики, подтверждают или продолжают в то же время то, что до этого сказал Иоанн Креститель. То есть это вот такой ряд свидетельств. И дело в том, что это слово свидетельство, которое неоднократно упоминается в Евангелии от Иоанна, имеет для него ключевое значение. Для нас слово свидетель связано, прежде всего, конечно, с, наверное, юридической составляющей. Обычно свидетели выступают в суде, и, собственно говоря, тот же самый смысл это слово несет и в Евангелии от Иоанна. Дело в том, что это Евангелие, оно устроено как судебная тяжба, как своего рода такое судебное заседание, которое переходит из главы в главу. И даже в первой главе мы слышим первосвидетеля, который выступает в защиту Иисуса Христа в ответ на ту делегацию, которая приходит к нему из Иерусалима. И в последующих главах мы с вами увидим, что большинство из них строится как своего рода судебное заседание. Например, в пятой главе, после воскресения расслабленного, Иисус Христос говорит о своем равенстве Отцу, и в доказательство этого ошеломляющего заявления он ссылается на свидетелей. Свидетели – это Иоанн Креститель, дела, которые он совершает, и, наконец, Писание. Или, например, начало восьмой главы Иисус Христос говорит о себе, как о свете, и они говорят, «Ты, Ему, Иудеи, не можешь в себе свидетельствовать, никто не может подтвердить того, что ты говоришь, поэтому свидетелей у тебя нету». То есть они объединяют его во лжи. Он говорит о том, что свидетельство у меня есть, свидетельство Отца, и дальше-дальше об этом глава. Точно так же какие-то другие главы, даже такие, как «Девяток», если порожденный, вынужден защищать в суде то, что Иисус Христос его исцелил. И это уже судебное заседание. Иисус Христос на нем отсутствует, но в то же время тема суда является ключевой. И это лишь несколько примеров, известных иллюстраций на самом-то деле этой более обширной и ключевой темы. Она важна именно потому, что действительно все Евангелие – это Евангелие суда. И поэтому свидетели в нем, они играют ключевую роль, они имеют первенство и значение. Это не только свидетельство Иоанна Крестителя, но и свидетельство Отца, свидетельство Сына, свидетельство Духа Святого, свидетельство людей, которые общаются с Христом, свидетельство Писаний. И, собственно говоря, поэтому, когда мы уже подойдем к с вами концу этого Евангелия, мы обнаружим одну странную вещь. В Евангелии от Иоанна нет судебного заседания по тому, чтобы Иисусу Христу вынести смертный приговор. И поэтому даже Пилат скажет «Идите и по закону вашему судите». А почему его нет? А потому что весь суд, он прошел уже до этого, в предшествующем евангельском повествовании. Все главы четвертого заседания были такими судебными заседаниями, были рассмотрением дела Иисуса Христа. И поэтому окажется, что в конце его уже нет. Дело, по сути, свое закрыто, но на этом суд не закончится. И поэтому Христос скажет, что, говоря о своей смерти, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. То есть суд, совершая сад миром, смерть Иисуса Христа, и после этого будет привлечен адвокат, новый, новый свидетель, святой дух, проклит, утешитель, который обличит мир о правде, о грехе и о суде. Вот таким образом это вступление, которое кажется лишь только историческим приставанием, оно позволяет нам первая глава Евангелия Тана рассмотреть его более широко и увидеть еще одну из композиционных закономерностей этого уникального и интересного текста.